Поднимите, пожалуйста, снасть. Будь ласка, поднимите снасть. О, драчь, ё-моё. Валера, на работнике тоже нужно составлять протокол. У него тоже драч был. Поэтому я не вижу проблем, чтобы на него составить. Что-то за херня. Чё ты вдруг решил, что нужно кому-то сделать добро, а кому-то нет. Покажите, пожалуйста, рыбу. Валера, чё ещё говорю? С рыбы давай, пускай идёт. Ё-моё, бляха, мута, вот позорники. Ё-моё, а ну дать. Да, я не выключу, да. Ай-яй. Давайте посмотреть, бляха. Да. Ай-яй-яй. Старный тетрадок. А чё вы его не знали? Оно у вас просрочено. Валера, как ты запишешь туда количество рыбы? Сейчас мы выпускаем водоём есть. Ну не показывайте. Коля, пока я рыбу выпускаю водоём. Нет, покажите рыбу и посмотрим, есть ли там отметины. Е-моё, я что ж уже сделаю, а? Ладно, вы взяли бы, вытащили бы сетку и вытащили бы с сетки рыбу, бля. А так вместе с сеткой выкинуть, ну нормально, бля. Вот как так можно относиться к рыбе? Вот потом, вот правильно, что вот на вас надо по полной программе составлять протоколы, потому что это вообще, что упало? Упало. Я что не видел? Здравствуйте. Приветствую вас, друзья. Вы на YouTube-канале «Всё для Клёво». Сегодняшнее наше очередное видео, в котором я попытаюсь взять ответы на все вопросы, которые вы задавали в Одесском рыбохранном патруле. После того, как вышел ролик наш с двенадцатым рейдом, там где мы с Валерием, с инспектором Одесского рыбохранного патруля подъезжали на выходе глубокого Трунчука, там где браконьеры выкинули садок с сетью. Помните, да? Вот. И там очень много вопросов. Во-первых, почему инспектор не зашёл в лодку и не взял садок? Второй вопрос, почему я не зашёл в лодку и не взял садок? Третий вопрос, почему инспектор не изъял лодку? Четвёртый вопрос, почему инспектор не изъял удостоверение общественного инспектора рыбохранного патруля, которое было у браконьеров? В общем, ответы на эти вопросы и другие с Одесского рыбохранного патруля в сегодняшнем видео. Смотрите. Итак, друзья, находимся мы в гостях у заступника, начальника Одесского рыбохранного патруля Алексея Аласенко. Добрый день. Добрый день, Александр. Есть несколько вопросов. Вот по нашему видео, которое мы снимали с инспектором Одесского рыбохранного патруля во время рейда на глубоком турничке, когда браконьер выкинул садок с рыбой. И вот есть у наших подписчиков ряд вопросов, в том числе и у меня, которые я немного иногда недопонимаю. Вот проясните, пожалуйста, моменты. Первое. Имею ли я право, как общественный инспектор рыбоохранного патруля, заходить в лодку к нарушителю и проверять садок с рыбой? Александр, согласно утвержденному положению про общественный инспектор рыбоохранный, вы не имеете такого права. Такое право дано статьей 10 закона Украины про рыбное господарство, промысловое рыбарство и охороны водных биоресурсов только лишь инспектору рыбоохранной. То есть он имеет право заходить в лодку и проверять? Осматривать, осматривать улов, осматривать лодку, проверять документы на регистрацию данной лодки. Это полностью все перечислено в статье 10 закона, который я уже назвал. Поэтому к этому видео у меня также, как у руководителя непосредственно, есть ряд вопросов непосредственно по проведению этого рейда. Соблюдение приказа 512-го о проведении этих рейдов, который утвержден, кстати, в Минюсте. И вы, как общественный инспектор и знаете, тоже знаю. Знаете этот наказ. Поэтому на сегодняшний день мною, после того, как я просмотрел данный видеоролик, была составлена доповедна записка на имя начальника управления с требованием провести дисциплинарное проваджение в отношении данного инспектора, который с вами находился непосредственно в рейде. Я считаю, что он допустил массу нарушений, касаемых непосредственно проведения рейда, составления административных материалов. И данная доповедна записка подана на имя начальника управления мной сегодня. Я думаю, что она будет рассмотрена положительно. Будет назначено дисциплинарное расследование, как в отношении инспектора, так и в отношении руководителя, скажем так, предповедального за организацию работы Днестровского рыбоохоронного поста. И с материалами дисциплинарного расследования я ознакомлю вас дополнительно, потому что я в данной доповедной записке непосредственно настаивал на том, чтобы, так как негативный резонанс общественности очень большой, я читал непосредственно комментарии под этим видеороликом на ютубе, я бы хотел, чтобы все выводы, которые будут сделаны дисциплинарной комиссией, были непосредственно доведены до общественности. Да, и обязательно я хочу попросить, чтобы было понятно, почему инспектор не проверил садок и игнорировал все мои просьбы об этом. Вы понимаете, я изначально хочу вам разъяснить и для ваших подписчиков, для тех, кто будет смотреть непосредственно этот видеоролик, что когда вы подъехали к лодке и зафиксировали момент нарушения, а именно ловлю колючим, путем багрения к колючим орудиям лова, так называемым драч, то это уже квалификация грубого нарушения правил рыбальства. То есть это статья 85-я, часть 4-я КУПАПа. Она четко предусматривает штрафную санкцию с конфискацией изнаряд и засоби в чинене правопорушения. Все, точка. Поэтому инспектор, который составил протокол, я еще этого протокола не видел, и мы уточним какую часть он составлял, когда этот протокол будет непосредственно передан на рассмотрение, я уточню какую часть он составлял. Но если этот протокол составлен по статье 85-й, части 4-й, то помимо забороненного снаря делов, то есть драча, он должен был еще непосредственно описать факт, что это правопорушение, грубое правопорушение, вчинялось на плавучем засобе, номер такой-то, такой-то. Ну, так он это написал? Он написал. Конечно. То есть лодка им была зафиксирована в протоколе. В протоколе номер лодки? Конечно. Не номер лодки. Я же еще раз говорю, статья говорит с конфискацией изнаряд и засоби в чинене правопорушения. Он должен был конфисковать? Конечно. Он не конфисковать, он должен был ее описать, а конфисковывать, вы же знаете, у нас только по решению суда. Поэтому суд, после рассмотрения данного протокола, принял бы решение непосредственно по конфискации забороненного снаря делов и плавзасоба, на котором вчинялось грубое правопорушение. Но что должен был он сделать с лодкой? На которой находился... Доставить ее на место хранения. Оно есть у нас в Белгороде непосредственно под ответственное хранение сдать ее и до решения суда данный плавзасоб находился у нас на территории. То есть изъять? Я правильно понимаю? Ну, я же еще раз говорю, на тот момент да. То есть административный протокол предусматривает ее изъятие до решения по данному вопросу административному протоколу в судовом органе. То есть если хозяин лодки сам занимался... Естественно. А если, например, хозяин... Смотрите, на данной лодке вчинялось грубое правопорушение. Поэтому, я же еще раз вам зачитываю диспозицию этой статьи. Она предусматривает конфискацию снаряд и засобов. То есть на ней вчинялось грубое порушение. Снаряд и засобов. Угу. Понятно. Но, я же еще раз говорю, решение по данному протоколу будет принимать суд. Поэтому суд может оставить с конфискацией, а может без конфискации. То есть нужно изъять и удочку, и драч. Драч, удочку. Да. Посчитать ущерб нанесенный. Я так понимаю, следующим вопросом будет вопрос садка. Да. Единственное, конечно, как он мог допустить такое, что сразу не вытащить садок, не осмотреть плавзасыпь, не вытащить садок, не посчитать ущерб. То есть, ну я же еще раз говорю. Очень много вопросов. Очень много вопросов. Кстати, вы видели, что ему звонили? Я так понимаю, что наверно на него давил. Кто-то давил. Поэтому. Поэтому. Уже раскрою все карты и секреты моей доповедной записки. Я вас ознакомлю с ней. Это, да, документ. Поэтому основным аспектом и основными вопросами, которые я хочу, чтобы были в дисциплинарном проведении, как бы донесены. Донесены. Я хочу его опросить. Кто ему звонил. И, как написано в моей доповедной, давались ли ему команды прекратить этот рыбоохоронолит. Что для меня очень важно. Вот сейчас идет запрет рыбной ловли. Да, нерестовый период. И, к сожалению, большому сожалению, вне тех разрешенных участков, на которых разрешено ловить на одно удилище с одним крючком не более трех килограмм рыбы, сидят рыбаки и ловят на пять удилищ и вне этих зон. Особенно от стрелки выше по течению. Скажите, пожалуйста, будут ли применяться какие-то меры, в конце концов, чтобы прекратить вот этот беспредел на реке? Я сам хотел остановиться на этом вопросе. Спасибо, что вы его подняли. Мне бы хотелось, чтобы каждый в период запрета, каждый бы начал бы с себя непосредственно и соблюдал бы правила любительского и спортивного рыболовства. Потому что, я вам хочу сказать, очень редко встретишь рыбака, который, поймав карпа на три килограмма, собирается на десятой минуте и уезжает домой. Или в дальнейшем выпускает эту рыбу. Ни в коем случае я в этом вопросе не убираю роль рыбинспекции. Мы будем контролировать этот момент. Мы просим звонить нам по вопросам правонарушений, которые вы видите. Телефон вы, пожалуйста, укажите дополнительно нашего и горячей линии. Он везде есть. Профилактическая работа нами проводится. Реагируем мы постоянно. Тем более, что вы же видите, мы очень часто стали привлекать общественность к рейдам. Очень много у нас общественных инспекторов сознательных, которые участвуют, как и в рыбоохоронных рейдах на воде. Точно так же и на рынках города Одессы и области. Сейчас в период нереста непосредственно очень многих будет интересовать вопрос, откуда появляется рыба на рынках, так как есть запрет. Поэтому мы отслеживаем эти вопросы. Хотелось бы сказать огромное спасибо общественности, которая реагирует непосредственно на нарушения и нам сообщает. Когда будет рейд по рыбе, обязательно меня пригласить? Обязательно пригласим. Обязательно пригласим, чтобы вы очень посмотрели. Но насколько я понимаю, сейчас у нас рынки закрыты в связи с карантином. Поэтому я думаю... Продают возле рынков. Так называемые дорожки. Да. Поэтому я думаю, что мы обязательно вас пригласим непосредственно в этот рейд, а вы зададите вопросы, касаемые откуда эта рыба, есть ли на нее накладные и кем она предоставлена для продажи. И почему люди торгуют в запрещенных местах. Поэтому вы же знаете, моя позиция была от первого интервью и в дальнейшем с вами, что мы всегда рады. Мы всегда рады и спасибо, что вы тот общественный, который не дает спокойно спать браконьерам. И я и вам не даю спокойно спать. Ну, это наша работа. Вот. Это наша работа. И я с удовольствием еще раз говорю. Алексей, знаете, что мне понравилось? Нравится больше всего. Да. Открытость Одесского рыбоохранного патруля. Что я могу прийти и задать вопросы и получить ответ. Вот это самое главное. Ну, потому что не вы работаете для нас, а мы работаем для вас, для государства и для людей. Вот ты хорошо. Алексей, крайний вопрос. Я боюсь, что со мной просто не захотят ездить инспекторам в рейды. Из-за того, что с одним вот так произошло, с другим. Я пытаюсь показать, как оно реально есть, а получается, что инспектора немного нарушают. И из-за этого вы их начинаете наказывать, а они отказываются со мной ездить в рейды. Вот как здесь быть? У вас там скоро закончится все инспектора. Александр, любой отказ инспектора будет мной лично, как заступника начальника управления, и страктован как нарушение законодательства. В каждом коллективе есть те люди, которые как бы нарушают, не нарушают закон. Мы с теми, кто нарушает, боремся. Я понимаю, что у каждого есть знакомые. Тем более, что люди без ротации на долгом промежутке времени, которые обслуживают один и тот же пост. Понимаете? У каждого появляются друзья, знакомые, как было в вашем видео. Да, ты меня разве не знаешь? Да, задавались такие вопросы. Я вам хочу сказать, что мы не будем терпеть нарушение законодательства. И будем применять методы как дисциплинарного, так и другой ответственности. У нас есть рейдовая группа, которая может работать по территории всей области. Поэтому, я же еще раз говорю, для этого и сделан телефон непосредственно нашей горячей линии. Мы реагируем. А если у кого-то либо будут факты, что инспектор сросся с браконьерами или некачественно выполняет свои функциональные обязанности. Я еще раз говорю, прошу звонить на телефон горячей линии. Прошу даже, если они думают, что эта информация не доходит, а она доходит всегда. Я прошу звонить вам. Прошу звонить вам. У вас есть прямая связь непосредственно со мной. Мой телефон включен 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Пожалуйста. Друзья, если у вас такие факты есть, действительно, есть наше вайбер-сообщество «Все для клево» Днестр. Я в этом сообществе администратор. Легко меня найти. Ссылка на это вайбер-сообщество находится в описании к этому видео. Поэтому меня легко найти. Пишите мне все факты браконьерства, которые вы знаете. Еще хотелось бы остановиться. Вы подняли вопрос нереста. Но самый главный вопрос забыли осветить. Что с картой разрешенных мест ловли вы можете ознакомиться на нашем сайте Facebook. Одесский рыбоохоронный патруль. Она онлайн выставлена. Или в этом видео, которое вы видите с правой стороны от себя вверху. Там тоже я все показал. Все ваши места, где вы в вашем наказе определили. Поэтому я желаю, чтобы этот запрет прошел безболезненно для рыбы. Чтобы все браконьеры нами были пойманы. Нами были пойманы с вашей помощью. Звоните. Честно, охватить практически невозможно все водоемы. Поэтому та помощь, которую вы оказываете звонками на горячую линию. Ходя с нами в рейды, добавляя количественности. Снимая и показывая все это. Она непосредственно оказывает огромнейший результат. Я, кстати, вас хочу поздравить. Я уже поздравлял, но хочу поздравить на камеру с миллионным просмотром. У вас есть видеоролик, который миллион подписчиков. Не подписчиков, а миллион просмотров. Да, миллион просмотров. Я хочу вас с этим поздравить. И я считаю, что 50 на 50 это заслуга и Одесского рыбоохорона. 100%. Потому что вы показываете будни рыбинспекторов. И эти рыбинспектора в каждодневной своей работе делают и приносят пользу государству. Поэтому мне бы очень сильно хотелось, чтобы каждый любитель, который законно ловит на один крючок в период нереста, не более трех килограмм. Каждый любитель, если видит правонарушения, обращался на телефон горячей линии. Либо писал в вайбер-сообщество. А вы непосредственно эти вопросы понимали перед нами. Спасибо большое за интервью. Огромное вам спасибо. Очень рад был с вами встретиться. Да, что тоже уделили время. Поэтому, как вы правильно сказали, Одесский рыбоохоронный патруль всегда открыт. Мы всегда готовы сотрудничать и рады сотрудничать, если это все происходит в половом поле. Друзья, ну вы были на YouTube-канале Все для Клева. Смотрите нас дальше и мы обязательно покажем вам, чем все-таки закончится эта история. До свидания. Всего хорошего. Вот так оставляют сети. Представляете? И вот такие карпы большие. Гибнут в них. Поэтому, друзья, давайте вместе будем небезразличны к таким вещам. И чтобы этого мусора, этих сетей не было в наших водоемах, давайте подпишем вместе петицию на имя президента по увеличению штрафов за использование и продажу баканерских оруделов. Вот так вот бросают сети и гибнет рыба. Что, еще один? Ё-моё, блин. Ё-моё, посолобик. Вот смотрите. Посолоб на десятку, карп на десятку и второй карп где-то тоже на шестерочку. И все это уже никакое, к сожалению. Вот еще движение. Будем представить.